Глава 33 Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя. Что ты говоришь? Когда их обижают, то почему же не обижают? Это тебе так кажется, но в действительности не то. И отвергающий вас отвергает не вас, но себя самого. Вещи непостоянны. Если же ты злой, то один исчерпаешь злое. Притча 9.12 Хотя мы видим многих, желающих вредить другим, тем не менее никто не вредит им, а каждый самому себе. Злой зол только для себя самого. Сердца же безумного болезни другим, а стяжавшему его говорится. Притча 17.20 Гнев губит разумного. Притча 15.1 Прогневавшийся же муж безобразен. Он изменяет лица, свет лица не и того, на кого гневается, а только свое. Хотя гневающийся бронится, тем не менее он получает рану в свое сердце. В другом месте говорится, когда грозы земные вредят зубам и вимочам. Так законопреступление творящим его. Притча 10.26 Каждый связывается собственными узами. Беззаконие поистине губят человека. И как моль в одежде, так преданы будут. Господи, помилуй нас. На тебя уповаемый. Будь нашей мышцей с раннего утра и спасением нашим во время тесное. Видишь ли, что не напрасно должно миловать бедных? Лишен ли ты добродетелей? Отсутствуют ли у тебя дела покаяния? Если ты, по крайней мере, с верой попросишь этого, то ты получишь. Нам известно, что часто обретавшие помилование так именно обретали его. Когда он пал и умолял слугу, говоря, потерпи на мне и все отдам тебе. И тот, кто придя в самую ночь, просил друга своего, если не даст ему вставшую, потому что он друг ему, то за неотступностью даст. А пропавшая овца между девяносто девятью была разыскиваема и найдена, и была дорога для пастыря. Однако должно исследовать. Если Бог милует, то почему же он не милует всех? Там, где милосердие, там не спрашивают о чести, доблести и нравственности. Если дело обстоит таким образом, должно было миловать всех. И если все исходит из милосердия Божия, то не говори, этот достоин, а тот весьма мало. Когда допрашивает Бог, эти слова должны быть устранены. Когда милосердие налицо, оно приносит спасение, не взирая на достоинство или недостоинство. Или каким образом Бог говорит, кого помиловать, помилую, и кого простить, прощу. Это чтобы сделать явным, что он никого не милует напрасно, потому что есть достойные и недостойные. Все достойны спасения, которые желают его, но не все достойны милосердия, потому что не желают его. Через это познаются достойные и недостойные. Как скажет оно это сообразно? Я говорю от Писания, а не от своего разума. Один был должен 10 тысяч талантов, другой 100 динариев. Но тот и другой был должник. Для обоих ли их должно было найти милосердие или нет? Конечно, скажу. И там не спрашивалось о достоинстве, потому что тот и другой был должник. Но один из двух, как знаем, лишился милости даже после прощения. Сын же Божий пришел, некоторым оказывая милость, а иных призывая к ней. Некоторые приблизились, а иные же нет. Таким образом, ясно, что он помиловал тех ненасильно или по необходимости, и никого, не желающего взывать о милосердии, не принуждал к этому. У просящего о милосердии должно обнаружиться желание и охота следовать ему, чтобы таким образом он мог сознавать действие милосердия. Но если он пренебрегает этим, то как он может получить спасение, превосходство воды и благодати? Но кто скажет до того жалок, негоден и безумен, чтобы, совершив бесчисленное беззаконие, не пожелать милосердия Божия и не восхотеть спасения? Таких бесчисленное множество. Когда пришел Христос, намереваясь дать отпущение грехов, то почему не пожелали следовать спасению иудеи, которым он даже и говорил, сколько раз я хотел собрать детей твоих и не захотели? Видишь ли, что они так же не желали? Что легче молитвы? Но когда ты не пожелал молиться, то каким образом желаешь обрести милосердие? Итак, не пожелавший просить милости, каким образом будет желать ее? Разве требуется добродетель или трудна тебе молитва? Требует ли она труда, пота или бдения? Только, говорит, проси. Но ты не желаешь и этого, и следуешь уму Симона, который говорил, помолитесь вы за меня Господу. Сверх того ты не знаешь, что никто, хотя бы превосходнейший тебя и более благочестивый, не может молиться за тебя лучше, чем мог бы сделать это ты сам. Страница 182, том 6. Даже когда ты нечист и лишен уверенности в Боге, ему твои молитвы угодны более, чем молитвы за тебя какого-либо святого и верующего. Потому что Бог не о своей чести заботится, отталкивая тебя и принимая молитвы того. А только того желает Бог, чтобы ты был с Ним в дружественных отношениях. Так, почему он отверг молитвы пророка Иеремии, часто молившегося за иудеев? Разве не потому, что пророк увещевал их, чтобы они сами изливали молитвы к Богу? Ты же за них не молись, говорит. А потом прибавляет, ибо не веришь, что они творят. Иеремия 7.16. Они, говорит, ни о чем не заботятся, а ты желаешь, плачешь, вопишь и взываешь. Мы также молимся вместе со святыми. Но наша надежда да будет великой и в наших молитвах. Мытарь просил Бога не через кого-либо превосходнейшего, но сам мог столько, сколько тысяча праведных созерцателей, если бы они молились за него Богу. Не говори, я не умею молиться, я недостоин, у меня нет веры. Выставляя причины недостоинства и молчания, ты показываешь большую необходимость молиться. Ты недостоин, не имеешь веры. Когда ты таков, то употребляй как лекарство против зла молитвы. Слушай, что говорили три отрока. И ныне мы недостойны открыть уста, на нас стыд и поношение. Претерпели мы, рабы твои, и чтущие тебя. Каким образом они не отверзали уст? Однако уста были отверстия, они молились и получили. И мы, подобно им, будем приступать к молитвам. То, что ты говоришь мне, что ты недостойный, не имеешь веры, скажи Господу всяческих, и скоро приобретешь веру. Совесть твоя не позволяет смотреть с уверенностью на небо, но это послужило мытарю даже на пользу. То, что ты считаешь препятствием для твоих молитв, это освещает твои молитвы. Эти слова и такой смысл приличествуют не только преступным, но и почитающим добродетели. А Авраам, когда намерен был нечто просить у Бога, то говорил, я земля и пепел. Признавая свое недостоинство, он сошел до такого несовершенства природы, что мог отложить гордость ума. Давид говорил, я черь, а не человек. Салом 21.7 Что лучше этой молитвы, когда он молится не за одного, а за всех членов Вселенской Церкви? Он так был приятен Богу, что молился за всех, имел заботу о всех и назвал причину своих молитв. На тебя уповаем. И ты делай то же. Уже ли мало милосердия Божия? Уже ли твои грехи могут превзойти меру его благости? Как малая искра в обширнейшем море, так или даже меньше вины и грехи человека перед милосердием Божиим. Желаешь ли ты знать могущество его? Только по своей воле он соделал сынами и сонаследниками и народного своего, отверженных мира сего, осужденных, недругов, отчужденных, лишенных надежды, безбожных. Хочешь ли знать силы его для искоренения грехов? И если будут грехи ваши, как багряная, как снег, убелю. В другом же месте говорится и снея. А крапиши меня, Господи, и с сопом, и очищися. Это и с соп есть цветок, который погружали в кровь, и им крапили грешников в народе. Омой меня и буду белее снега. Если от благости его исходит существование душ, то тем более их чистота и освящение. И так никто пусть не отчаивается, считая перемену невозможной. Потому что когда ты грешник, то это нечто неестественное. Грех есть не иное, что как только действие против воли Божией и невозвращение к покаянию, так же против его воли. Он есть Господь всего и свободных тварей. Он пожелал и совершили с небеса. Если Он только пожелает, то ты тотчас выйдешь святым. Бог оправдывающий, кто осуждает. Не помышляй о множестве твоих греховного. Смотри на бесконечную благость Божию. Болезни велики, но врач больше. Буря сильна, но корм чей мудр, души доведены до отчаяния. Но лекарство находится на готове, и после отчаяния нет ничего, что могло бы победить и превозмочь его милосердие. Он говорит, ныне, когда услышите голос его, что хуже разбойника. Однако через одно слово во мгновение ока он вошел в рай прежде множества святых. Помышление о грехах и страх свойственны приходящему и прибегающему к милосердию Божию. Если мы находимся с ним в дружественных отношениях, то хотя бы весьма много согрешали против него. Однако мы ничего не боимся по любви к верному другу. Если же мы сомневаемся полагаться на его любовь, то это отсутствие веры будет зависеть от нас самих. Не был ли достоин спасения блудный сын ради того, что хотя и пришел в расстройство вследствие многого содеянного зла, тем не менее с покорной просьбой пришел к отцу своему. Почему тот принял его с такой радостью? Какие он увидел в сыне добродетели? Разве не против воли и охотно пришел он? Разве не побуждаемый голодом, бедностью и бесчестием пошел он и пришел к отцу? Но отец его не занимался тщательным исследованием этого, потому что ему было все ясно. Он издали увидел его тощего, бледного, измаранного и жаждущего. Но это не отвратило его, чтобы не признать желанного. Хотя он пришел к отцу вследствие стеснительных обстоятельств, тот принял своего сына. Когда мы обращаемся к Богу, он обнимает нас, хотя бы мы прибегали к нему по стеснению и необходимости. Когда один другого любит, то считая маловажными всякие лишения, желая только видеть лицо любимого им. И благодарить те стеснительные обстоятельства, которые служили поводом для его прихода. Ничто иное заставило евреев опиять к Богу, как только притеснение и труд, делание кирпичей. Разве не было желания или наклонности ума? Разве не тогда они искали Бога, когда они были убиваемы? Что же? Разве он не отвергал их в то время, как они столько искали его? Меньше всех народов Богу угодно избавлять нас, прибегающих к нему, даже во время мучения. По-видимому, ему как бы самому было желательно подвергать людей бедствием. Иначе почему же он угрожает нам гиенно и постоянно нас устрашает? Разве не знаем, чтобы мы к нему обратились? Не за тем? Почему он заставил нас нуждаться во многом? Разве не за тем, чтобы мы обращались к нему, по крайней мере, по причине бедности? Вот иные доказательства. Смотри, что он говорит. Накажет тебя отступление твоей, злоба твоя обличить тебя. И тогда узнаешь и увидишь, как горько и плохо, что ты оставил меня. Иеремия 2.19 Ты не желаешь образумиться от слов? Я предоставлю тебе быть обличенным от дел. Это было не мое желание. Но так как ты пожелал, то я не буду поступать с тобой против твоего права. Смотри на милосердного отца. Он не выслушал ни одного слова, умилостивления или покаяния, только узрел и обнял сына. Какие добродетели ты увидел в нем, что вышел к нему на встречу с такой любовью? Даже этого было недостаточно. Но он почтил его более, чем другого, одаренного добродетелями. Недостаточно ли было лучше почтить того, одинаково с другими, чем более прочих? Если дело обстоит таким образом, тогда грешники преимуществуют перед праведниками. Не так. Только те грешники преимуществуют перед праведниками, которые после греха возвращаются к покаянию. В этом случае делается явным, что может случиться то, что иной грешник и падший выходит лучше, чем прежде. И было племя, не покоряющихся в пагубу, и семя их было распленно. Бог губит злых не всех, и не всех оставляет. Он не губит для того, чтобы каждый предопределенный стал достойным, и не оставляет для исправления и бдительности других. Если бы он всех их изъял из среды, то отнял бы даже случаи для борьбы. А если бы всех оставил, то сделал бы живых ленивыми, добродетельные действия трудными. Если же бы он не подвергал злых наказания, то воспрепятствовал бы пользе добрых. Стих 3. От грозного глаза твоего побегут народы, когда восстанешь, рассеются племена. Это не то значит, что Бог как бы имеет голос. Нисколько. Голос есть свойства тела и совершается различными, относящимися к телу членами. Но этим выражением указывается на легкость совершенной победы. От язу ваших, говорит. Хорошо, сказал пророк, от язу. Язвеный он называет народ и торжище. Стих 5. Высок Господь, живущий в вышних, он наполнит все он судом и правдою. Почему, говорится, в вышних? Не только там, но и в возвышенных душах, потому что уста праведных знает высокая притча 10.21. И поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. Духом и истиной достойно поклоняться. И высок тот, кто далек от земли и земных вещей. Не достаточно, чтобы он находился от земных вещей на малом расстоянии, но на таком, на каком мертвый от живых. Если ты отступишь мало, то это тоже, как бы ты находился вблизи, и ты бываешь тотчас уловляем. Далеко от нее отскочи. Поистине, велико расстояние между пользой и вредом. Хотя ты и грешник, ты не тотчас спадешь в яму, напротив, восстанешь более сильным, и потом всегда будешь осторожным. Наполнился он суда и правдой, потому что решение совершится по праведному суду Божию. Стих 6. Пророк не говорит, все он имеет мало правды, но наполнится правдою. Если ты будешь справедлив, только между добрыми, и не будешь таким, между прочими, то справедливость будет отчасти оскорблена. Как ты уверен относительно богатства, хотя ты не видел его. Однако ты знаешь, что оно приготовлено для тебя. Так тебе приготовлено для спасения великое богатство в сокрытых сокровищах, которое теперь не обнаруживается, чтобы кто-либо не злоумыслил у него. Итак, не считай себя бедным, хотя ничего о тебе не кричат на улицах. Не является теперь слава. Напротив, она теперь является. Кто славнее апостолов? Кто почтеннее чтиме пророков, именем которых исполнена вселенная? Иначе он не желает теперь делать славу явной для желающих состязаться, пока не наступит для них время. Однако скажут, если бы мы видели славу, то состязание для нас было бы вожделеннее. Напротив, мы сделались бы нерешительнее, размышляя о своих гораздо больших стремлениях. Там премудрость и дух. В Писании страх Божий называется правдой. Дух и благочестие отступили и удалились. Кто же привлек их? Наказание. Сии суть, сокровище правды. То есть они с осторожностью и твердостью стеревут правду, потому что страх Божий в человеке может все. Стих 7. Вот, сильные их кричат на улицах, послы для мира, горько плачут. Пророк показывает высшее превосходство Бога и его помощь, когда предпочитает рабов господам, чтобы те знали, что они достигли этого не своей добродетелью, а эти не изложенные, не по причине слабости, но что причиной всегда была или добродетель, или пренебрежение ею. И во всем проявляется добродетель и правда Божия. Он не щадит своих служителей, когда они грешат, и не уступает чуждым вере в него, когда они упорно пребывают в том же зле. Таким образом, видя вавилонян, подверженных бедствием, удивляйся правде его, потому что он и своих, и чужих осудил равной мерой суда. Только добродетель оправдывает, а пренебрежение ей делает виновными. Он всех сотворил, всех и любит. Все, как дело рук его, получили от него жизнь. Но не все равны в дарах или наказаниях. Добрые и злые стали таковыми каждый по своей воле. Почему? К иным он обращается, а от иных отвращает лицо свое. Одних отталкивает с ненавистью, а других, призванных к нему, любит. У нас есть два способа сношения с Богом. Один через молитву, другой через добродетели. Стих 8. Опустили дороги, не стало путешествующих. Он нарушил договор, разрушил города. Ни во что ставит людей, земля сетует, сохнет. Он тогда восстал, когда предал их. Но данный предмет не был очень ясным. Природа его славна, и он так говорит о себе, сообразуясь человеческим разумением. Не сказал ныне воздвигнуть, но говорит воскресну, «Потому что достаточно только воскреснуть, чтобы все обратилось в бегство. Да воскреснет Бог, и расточатся враги Его». То выражение грубо и недостойно божественной природы, что воздвигнуться свойственно телу, которое прежде воздвижения пребывает на месте. А это хотя грубо, однако утонченнее прочих подобных выражений. Бог также говорит, что Он имеет славу, чтобы ты, будучи неверным, веровал в Него, когда Он призывает тебя к свету. И Павел говорит таким же образом в получении славы Господа нашего, «Ныне вознесусь, то есть покажу себя». Он казался низким в народе, и говоря «ныне», он показывает в ближайшее время то, что пророчество исполнится спустя непродолжительное время. Не верьте, что я буду медлить. Я не говорю, вы услышите, но я сделаю вас зрителями новых чудес. Ныне ощутите, спустя много времени после того вам это будет понятно. Тщетна будет крепость Духа вашего и пожжена. И не как дерево, а как бесплодная терния. Так в одно и то же время и тотчас они будут сожжены. Бог же никогда не сожигает плодоносного дерева. Чтобы ты не подумал, что это совершается ради народа, раз пророк сказал «тщетна крепость Духа вашего». Терния удобна для огня, равным образом и они, иудеи, подлежат гневу. Стих 13. «Слушайте дальние, что сделаю и я, и вы ближние, познайте могущество мое». Эти узнают, а те услышат. Он подвергал иудеев скорби тогда, именно когда были многочисленные свидетели их наказаний, и вместе обнаружились причины всяких добродетелей. Так, чтобы это не скрылось ни в одной стране, достигло до края земли и обошло все части вселенной. Стих 14. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Так как удаляется причина, по которой они были преданы неприятелям, мучившим их, то не будет ничего такого, что бы затруднило их. Говорят, что пророк сказал это о возвращении с плена, но мне кажется, что здесь указывается и на будущее. Кто возвестит вам, что огонь пылает в гиене? Огонь этот есть тот, который Христос назвал вечным местом, потому что нет для него конца. Стих 15. Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Много есть таких, которые ходят сообразно с правом, не потому, что любят право, а ради страха Божия. Не так поступает праведник, он ненавидит беззаконие, отрисает руки от даров. Он праведник, называет неправду злом, о котором не желает и слышать. Такова и есть добродетель. Слова неправедные, сказано, ненавидит праведник. Притя 13.5 Для него как бы невозможно видеть и слышать зло. 16 Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. То есть безопасность, так как скоро попадет в руки злых. Его обильное желание удаляется всякого захвата и бывает неизменным. Чего же он достоин? 17 Глаза твои увидят царя, в красоте его, узрят землю отдаленную. Смотри, что следует превосходнее прочего. Все эти блага, сказано, пришли без усилия книгачиев и мудрецов. Не потому было так, что не было советников, но потому что народ не имел разумения. Причиной всех зол служит глупость. Сердце твое будет только вспоминать об ужасах. Где делавший перепись? Где весивший дань? Не увидишь более народа свирепого, народа с глухой, невнятной речью, с языком странным, непонятным. Загляни на Сион, город праздничных собраний наших. Глаза твои увидит Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинье. Стопы ее никогда не исторгнутся, и ни одна верви ее не порвется. Таким образом, они недвижимы и неразрываемы. Конечно. Но почему? По вине их самих, ибо имя Господне велико. Смотри, пророк показывает причину непоколебимости, каково и называет не войско, не богатство, и не крепость стен, но имя Божие. Место будет вам. Этим он показывает победы и устойчивость благ. Не пойдешь по этому пути. Ты, сказано, пришедший из Вавилона, никогда не возвратишься тем же путем. И нет иного, кроме Господа Бога твоего. Бог мой велик! Стих 22. Ибо Господь судья наш, Господь законодатель наш, Господь царь наш, Он спасет нас. Будучи нашим князем, Он подвергнет нас наказанию. Бывает так. Пророчество обыкновенно обозначает то плен, то вместе с ним возвращение. Как сильный ветер разрушает остров корабля, так жестокие враги уносят их постановление, закона, твердые памятники и денежные приобретения. А слабли веревки твои не могут удержать мачты и натянуть паруса. Тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые пойдут на грабеж. И ни один из жителей не скажет, я болен. Народу живущему там будут отпущены согрешения. Так же говорит Иеремия 31.8. Как говорится и здесь, хромые будут брать в плен. И Захария 9.7. Иеремия 3.8.